Приветствую вас! Вы пишете, что после каждой ссоры с мужем, первой на примирение иду я. Здесь сразу два момента хочется вам сказать. Первый момент заключается в том, из-за чего, собственно, возникает ссора. И как бы сделать так, чтобы ссор не было. По крайней мере, с вашей стороны. То есть, чтобы вы не участвовали в ссоре. То есть, если муж захочет поссориться, то он ссорится, это его право. Но вы, если ссориться не хотите, вы не ссоритесь. И это ваше право. С другой стороны, коль уж вы ссоритесь, то это значит, что есть какой-то мотив. Какой-то мотив к тому, чтобы это делать. В данном случае, в случае ссоры, мотивом можно назвать, ну, какую-то неудовлетворенность. То есть, вас задевает, например, в словах мужа по отношению к себе. То, что вам неприятно в словах мужа по отношению к себе. Что-то вас задевает в отношении мужа к вам. Да? То есть, вот эти все вещи, вот эти все вещи, они и, как бы, провоцируют вас, условно говоря, на ссору. Но ведь, понимаете, какая штука? Это вы делаете, это ваш выбор, ваш выбор. И ссориться, ваш выбор, вместе с тем. И, значит, иди первый на примирение. Это все исключительно только ваш выбор. И если вы не хотите, чтобы так было, если вам не хочется, чтобы так было, давайте тогда поисследуем ваш выбор, поисследуем его. И, соответственно, разберемся с тем, чем этот выбор обусловлен. По факту. Вот. Ведь, вполне может быть такая история, что ссоритесь вы со своим мужем. Специально, зная, что потом будете себя винить для того, чтобы что-то для себя по итогу получить. То есть, вы ссоритесь специально для того, чтобы получить какую-то свою выгоду из этого. Какая выгода? Это уже другой вопрос. Какая выгода? Что стоит за этой выгодой? Это уже другой вопрос. Вполне возможно, вы так получаете внимание. Вполне возможно, вы боитесь эмоциональной близости. Может быть, интимной тоже. То есть, тут нужно выяснять. Но, могут быть разные варианты. Но выгода, вторичная выгода, лично ваша при сорок, вполне может иметь место. Вполне может иметь место. Нужно, еще раз повторю, эту выгоду выделить, выявить для того, чтобы иметь возможность управлять. Если мы хотим, чтобы вы были свободны, если мы хотим, чтобы вы, условно говоря, не страдали, то нужно понять, что это за выгода, что она вам дает, что вы хотите, что вам нужно для себя именно в этой ситуации. Дальше, смотрите, значит, ну опять же, вы говорите, что так было всегда. Значит, что так было всегда, что вот вы первое шли на примирение. Допустим. Ну, если так было всегда, значит, изначально, видимо, вас это устраивало. Ну, потому что это было всегда. И, потому что вы, ну, не сказали, чтобы что-то пытались изменить, чтобы что-то пытались поменять. Так, и как же складывалась тогда эта история? Ваша, что вот, вначале вас устраивало все, а теперь, теперь перестало устраивать? А что изменилось? Изменились ваши чувства, может быть, к мужу? Может быть, что-то еще поменялось? Ну, другое. То есть, вот, мне кажется, это очень такой, очень важный момент, мне кажется. Потому что это все тоже касается напрямую вас. Это то, что касается напрямую вашей истории. Это то, что касается напрямую, ну, того, что вы делаете. Вот. Понимаете? Какая штука. Опять же. Вот. Дальше идем. А, даже если я виноват, все равно, даже если я виноват, я все равно буду себя грызть. Ну, если перед ним измените, да, если я виноват, то вина не моя. А, наверное, вы здесь хотели сказать, даже если я не виноват. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Мне почему-то, ну, кажется, что выглядит ошибно. А, смотрите, опять же, вы пишете, да, вы пишете, что если я не виноват, я все равно буду себя грызть. То есть, у вас имеется чувство вины. Получается. И вот, значит, ну, соответственно, нужно преследовать, нужно преследовать, значит, откуда чувство вины взялось, на чем оно базируется, это, собственно, чувство вины ваше. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет с этим что-то делать. Вот. Вот так вот. Я думаю. По крайней мере. Чувство вины, как правило, родом из детства. Вот. Чувство вины, как правило. То есть, получается, что в детстве вас обвиняли. Получается, что в детстве вас обесценивали. Получается, что в детстве вам прививали, что за все, что там происходит, образно говоря, ответственный вы в том, что происходит, виноваты вы. И никакого разграничения ответственности не было. И, соответственно, навыка выражения протеста в ответ на несправедливое возложение на вашу ответственность за что-либо. Правильно? И этот навык вам нужно вырабатывать. Знаете? Ну, потому что отсутствие, отсутствие данного навыка ведет к снижению самооценки и, как следствие, к ухудшению вашего положения. В отношениях с мужчинами. Ну, не только. С мужчинами. Вот. Вообще. Это с одной стороны. С другой стороны, это ведет к тому, что вы склонны растворяться. Вы склонны растворяться в людях. Ну, вот. Например, в том же мужчине, да, вы склонны, вероятно, ну, растворяться. Вот. А, опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Я в этом не уверен. Я сейчас просто стараюсь высказать какие-то предположения, да, на этот счет. Вот. Но и все. И, мне кажется, мне кажется, что, ну как минимум, да, нужно обратить, Обратить на это вам внимание, своё внимание, конечно. Чтобы иметь возможность, значит, ну, разобраться в том, что происходит. Мне видится, значит, мне видится, в принципе, так. Ну, такая история мне видится. Дальше. Вы пишите пациента на нервах, он всегда и во всем делает меня виноватой. Ну, вот здесь на самом деле всё не так, потому что не он делает вас виноватой. Не он, а вы сами себя делаете виноватой. То есть, не нужно ему делать это виноватой, вас виноватой. Ему это не нужно. То есть, условно говоря, есть же вы для этого. Как бы вот, примерно так вот, я думаю, можно вам ответить. Вот, и здесь мы подходим, ну, напрямую к идее треугольника Картмана, в котором вы занимаете позицию жертвы. То есть, хотите ли вы с этим работать? Значит, значит, это уже вопрос к вам. Вот, такая вот история. На этом, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо.